Упортная зона Одессы превращается в свалку. Все разговоры местных чиновников о благоустройстве города на деле оказываются пустым звуком. Следить за состоянием побережья и коммунальные службы не собираются. Элитный район Одессы. Берег возле санатория Лермонтовский. Посмотришь вокруг – блеск цивилизации. На дорогой земле стоят особняки местных олигархов, построенные на честно заработанные деньги. Тут уж точно воплощен в жизнь лозунг «Партия регионов» – от стабильности к благополучию. Только благополучие это для отдельно взятых денежных мешков. Если же спуститься всего на два пролета лестницы, увидишь совсем другую картину. За высокими заборами усадеб – настоящая свалка. Мусор, видимо, лежит еще с лета, ведь сейчас пикники на травке не устраивают. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства, похоже, и не знают, что есть такая территория. Убирают только наверху, где живут богатые и уважаемые властью одесситы. А народ может гулять и среди мусора. Конечно, тот же народ мог бы и не гадить там, где есть, а донести отходы до контейнера. Но это другой вопрос. Если мусор есть, его нужно убрать. По поводу санитарного состояния. Чего я сейчас говорить? Ничего хорошего не могу сказать. Ужасно, конечно, свалка просто. Ужасно, плохое. Мусор и грязь. Плохо. Плохо, конечно. Что же мне? Плохо, очень плохо. Ужасно. Мусор выбрасывают и не убирают. Да если бы только мусор. Построенная в незапамятные советские времена лестница просит капитального ремонта. На трех площадках между пролетами каменного покрытия не осталось совсем. В сухую погоду еще ладно. Но каждый дождь вымывает грунт. И рано или поздно лестница рухнет полностью. Проходящая рядом ливневая канализация в таком же состоянии. Собранная в общий поток дождевая вода только способствует разрушению всего спуска. Но с точки зрения местной власти это мелочи. Главное, что Одесса получила звание самого комфортного города Украины. Если на бумаге написано, значит все должны верить. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ.